Многие российские актеры справедливо считают, что список их достижений не будет полон без роли в голливудском фильме. Чтобы исполнить свою мечту, приходится столкнуться с несколькими испытаниями. Преодолеть языковой барьер и перенять манеру поведения иностранца. И актеры из нашего видео отлично с этим справились. Сегодня мы расскажем о российских актерах, которым удалось прославиться за границей. Михаил Барышников Михаил Барышников родился в Латвии, но спустя годы стал известен всему Советскому Союзу как суперзвезда балета. В 1985 году он был вынужден сбежать из Союза и попробовать себя в других сферах. Так, в этом же году он исполнил главную роль в фильме «Белые ночи», где он фактически играл самого себя. Одаренного танцора, спасающегося от цепких когтей государственного аппарата. Американской публике он стал известен после выхода на экраны шестого сезона сериала «Кекс в большом городе». К сожалению, ни один журналист не знает, почему великий танцор решил переквалифицироваться и сыграть миллиардера. Говорят, что долгое время Михаил был поклонником сериала и мечтал лично познакомиться с Сарой Джессикой Паркер. Потому и решился на такой эксперимент. Данила Козловский В России Данила Козловский признан одним из самых талантливых и обаятельных актеров. Поэтому неудивительно, что однажды ему выпала возможность сняться в зарубежном фильме. А конкретнее Академия вампиров. Картина основана на серии романов американской писательницы, а дело происходит в закрытой школе. Там вампиры обучаются магии и различным наукам. Козловский сыграл стража Дампира, который отвечает за жизнь главной героини. Несмотря на профессионализм, проявленный актером во время съемок, картина получила нелестные отзывы от критиков. Многие утверждали, что это очередная сага про кровососов-подростков, в сюжет которой надо воткнуть осиновый кол. Инги Борга Дабкунайте Общее мировое признание пришло к ней в 96-м году, когда она снялась в эпизодической роли в фильме «Миссия невыполнима», где ее партнером был сам Том Круз. Режиссер картины отметил необычную внешность актрисы, ее холодность и интересный акцент, которые приобрели в кадре особый шарм. После успешной работы девушку пригласили в еще один голливудский проект «Семь лет в Тибете», где она сыграла жену главного героя в исполнении Брэда Питта, Светлана Ходченкова. К трудолюбию Светланы можно только позавидовать. Мало того, что на данный момент она считается одной из самых востребованных актрис российского кинематографа, так она еще и успела сняться в нескольких зарубежных кинокартинах. Она снялась в триллере «Шпион. Выйди вон» и в фильме «Росомаха бессмертный». Владимир Машков В один прекрасный день успешный советский российский актер Владимир Машков решил добиться успеха в Голливуде. И в целом он преуспел, воплотив в жизнь целый калейдоскоп образа, включая роль представителя спецслужб, главного русского оппонента Том Круза в фильме 2011 года «Миссия невыполнима». Юлия Снегирь Юлия Снегирь проснулась знаменитой на родине после выхода на экраны фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». И практически сразу получила предложение сниматься в пятой части «Крепкого орешка» с самим Брюс Уиллисом. Девушке настолько понравилось сниматься в зарубежных картинах, что она не планировала останавливаться на достигнутом и получила роль в «Молодом папе». Ольга Куриленко Уроженка Бердянска решила покорить сначала Францию. Ольга из Бердянска решила покорить сначала Францию, там она работала в модельном бизнесе. Потом она переехала в Америку и там уже актерство взяло вверх над модой. Ее первый актерский дебют в США состоялся в 2005 году в фильме «Перс любви». Через три года Ольга уже крепко держала за руку Дэниела Крейка в очередном фильме «Бондианы». После съемок в этом фильме Куриленко прочно вошла в западный кинематограф и с каждым следующим фильмом, которых было немало, ее успех только рос. Игорь Жижикин Сначала Игорь Жижикин работал в цирке, но кино всегда казалось ему интереснее. И волею случая он очутился в Америке, без денег в кармане, но с мечтой стать суперзвездой. Там он начал пробовать себя в различных телешоу и в один прекрасный день ему достался счастливый билет. Брутальная внешность Жижикина помогла ему пробиться в боевики. Теперь он на расстоянии вытянутой руки общается с Квентином Тарантино, Клинтом Иствудом и другими голливудскими мегазвездами. А сам Тарантино сказал ему, что такой парень, как он, никогда не останется без работы. Ведь Голливуду всегда нужны злодеи. Юрий Колокольников Первые попытки пробиться в Америке оказались неудачными. В Лос-Анджелесе Колокольников не нашел никакой работы, кроме грузчика и официанта. Но актер не оставляет вершины непокоренными, и после ряда неудачных проб он все-таки смог добиться роли. Он снялся в одном из самых популярных сериалов, а конкретнее в «Игре престолов». На сегодняшний день он является одним из самых востребованных русских актеров среди американских режиссеров. Ведь, как сказал Квентин Тарантино, плохие парни в Голливуде нужны всегда. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно пишите в комментариях свое мнение, а также не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Это был канал ZipDip и всем до скорого!